Так, всем привет! Сегодня я покажу, как прошить iPhone на версии 11.02. Очень много лагов. Телефон поголовно начинает перезагружаться во время использования. Появляется кружочек с состоянием загрузки и невозможно пользоваться. Обычным методом прошивку обновить не получится, потому что телефон находится в перезагрузке. Вот, сразу предупрежу, видео будет записано из двух частей. На iPhone 5 белого цвета и на iPhone 5s черного. Дело в том, что вчера при монтаже у нас первая часть пропала, поэтому я вам на вот этом телефоне покажу, как перевести iPhone в режим DFO, в режим восстановления прошивки. Перед тем, как приступить, настоятельно рекомендую зайти в настройки. Вот первый пункт о пользователе функция iCloud. И здесь есть такая функция «Найти iPhone». Ее нужно отключить. Если это ваш телефон, вводите свой пароль. Если это телефон клиента, звоните клиенту, узнаете пароль. Вот, потому что многие клиенты не помнят ни сам iCloud, ни пароль. И в результате, после перепрошивки, вы получите неактивированный iPhone, которым невозможно будет пользоваться. И я думаю, это клиенту не понравится, у вас могут возникнуть проблемы. Поэтому звоним, уточняем. Если клиент этого не помнит, то, к сожалению, телефон не прошить. Вот, пускай вспоминает, либо восстанавливает. В общем, отключаем эту функцию. Сейчас я вот отключу на своем телефоне. Так, нажимаем «Выкл». Выключение «Найти iPhone». Все, замечательно. После этого уже можно телефон перепрошивать. Перепрошивать, напомню, будем в режиме ДФУ. Как самое легко перевести этот телефон в режим ДФУ. Сейчас объясню. Многие там пытаются сразу его перевести, потом вставить кабель. Нет, проще всего вставляете кабель, подключаете кабель к компьютеру. Вот у меня уже слышны звуковые сигналы моего компьютера о том, что телефон подключен. Далее, нажимаем клавишу «Home» первую, потом нажимаем клавишу «Power». И держим, покуда телефон не отключится. Он погас. И еще пару секунд держим клавишу включения. Отключаем, а «Home» продолжаем держать. Держим, держим, держим. Вот, опять звуковой сигнал. Все, теперь смотрите. Так, приблизим. Это все, чтобы было видно, что написано. Так, не хочет фокусироваться. Так, ну, значит, я прочитаю. iTunes обнаружила iPhone в режиме восстановления. Необходимо восстановить этот iPhone перед его использованием. Так, здесь жмем «Ок». Так, ну вот, уже получше. Так, смотрите. Если бы мы восстанавливали его в штатном режиме, когда он включен, здесь было бы активно клавишу «Обновить». Но так как телефон в режиме восстановления, серийный номер не определен, нажимаем «Восстановить iPhone». Восстановить и обновить. Если прошивка у вас уже скачена, то изначально сразу пойдет здесь строка распаковки прошивки. Если прошивки еще нет, то ваш iTunes автоматически ее скачает с сервера. Вот здесь вот, смотрите, если появился такой вот кружочек с состоянием загрузки, вот, пошло скачивание прошивки с сервера. После того, как iPhone скачает прошивку, здесь появится строка «Извлечение». Пройдет она до конца, прошивка будет извлечена. Потом пойдет восстановление. Вот, в принципе, вы это уже сможете увидеть чуть-чуть позднее, во второй части этого видео. Вот, так что продолжаем смотреть дальше. Уже у нас больше половины извлечено. Серийный номер не определен. Восстановление iPhone. iTunes готовится к восстановлению iPhone. Это мой iPhone. Все правильно, серийный номер не будет определен. Еще раз напомню, потому что телефон у нас находится в ДШУ-мод. Как только соединение с телефоном установится, на телефоне появится у нас логотип яблока и состояние загрузки. Очень часто так бывает, что телефон после удара, вот, и, к сожалению, он не сможет его до конца прошить, потому что часто получаются обрывы под микросхемой модема, под микросхемой связи. Вот, и программа не может эту микросхему прошить, поэтому она нам выдаст ошибку. Телефон будет висеть на логотипе. Вот, будем надеяться, что этого не произойдет. Если это произойдет, то есть один хороший метод, который мне уже помог поднять не один телефон. Этот телефон засовываем в пакет, ложим в морозилку, через час приходим, из морозилки телефон не достаем, подсоединяем кабель, ноутбук ставим возле холодильника и перепрошиваем. Телефон холодный, микросхемы тоже холодный. Естественно, все знают, что под воздействием холода все вещества сжимаются и появляется контакт, поэтому есть возможность его прошить. Опять-таки, будем надеяться, что это нам не понадобится. Ну, вот у нас логотип, состояние загрузки. Проверка восстановления iPhone. Ну, ждем. Процесс не очень быстрый. Поэтому будем ждать. Есть вот рекомендации для тех людей, которые обновились до последней версии. У многих начала очень быстро садиться батарея. В первую очередь, заходите в настройки, конфиденциальность и отключайте службу геопозиции. Вы тем самым отключаете GPS, и отключается, естественно, питание на эту микросхему, и телефон значительно больше начинает держать. Опять-таки, не забывайте в то время, когда вы не используете интернет, отключать мобильную передачу данных. А для тех, кто уже очень хочет сэкономить, переводите режим из LTE или 3G в обычный GSM режим. Вот это значительно увеличит ресурс вашего аккумулятора. Ну, вот строка загрузочки. Ждем. Восстановление ПО iPhone. Многие сетуют на, если не прошивается, попробуйте поменять кабель, попробуйте поменять компьютер, попробуйте на Macbook. Из всех вышеперечисленных вариантов мне никогда ни один не помог, кроме холодильника. Да, есть еще вариант то, что стоят кривые драйвера. Вот. Но я опять-таки с этим ни разу не сталкивался. Достаточно установить с официального сайта программу iTunes. Она установит актуальные драйвера, они будут все официальные, их не нужно подписывать. На любую Windows они становятся без проблем. Windows 10, 8, 7. Я думаю, что даже на Windows 98 они станут без проблем. Так, вот у нас уже состояние идет к половине. Да, вот такую вот сырую прошивку выпустила компания Apple. Как бы они не гордились своим софтом. Защита, конечно, да, у них изумительная, без вопросов. У них вся защита проходит через сервера Apple. Поэтому снять защиту, обойти как-то ввод iCloud, либо активацию произвести не получится без момента, чтобы эту защиту сняли именно на самом сервере. Если вдруг уже заблокировали ваш телефон и он требует ввода iCloud, то вам необходимо собрать все документы, которые есть у вас на телефон, включая коробку, чеки, гарантийный талон. И обратиться в службу техподдержки. Сразу подготавливаете все это. Делаете скрины, фотографии. Слаживаете в отдельную папку. Заходите на официальный сервер, на официальный сайт Apple и обращаетесь в службу техподдержки, где указываете о том, что вы не помните логин и пароль от iCloud. И предоставляете им полную информацию об этом. На вопрос, почему вы не помните, можно объяснить одним простым ответом. То, что вам вводили логин и пароль прямо в магазине консультант, продавец, который вам телефон продавал. И поэтому вы их не знаете. Решение вопроса может затянуться на 2-3 недели. Но если у вас все документы в порядке, то в 99% случаев служба техподдержки сможет вам помочь. И вы сможете обратно пользоваться своим устройством. Так, у нас уже прошивка почти до конца. Сейчас осталось дождаться перезагрузки и нового включения iPhone. Так, проверяет она восстановление. Ну, насколько я вижу, то вроде бы проблем нет с модемом. Вроде у нас состояние загрузки прошло до конца. Ждем. Очень такой момент, когда будет ошибка или не будет ошибка. Так что скрестим пальцы и будем надеяться. Хотя у меня вот за окном мороз. Можно просто его будет высунуть в окно. Пускай полежит. Полчасика. Час. Так. Все. Восстановление заводских настроек iPhone. Завершено. Выполняется перезапуск. Не отсоединяйте iPhone. Он появится в окне iTunes после перезагрузки. Отлично. Замечательно. Я просто очень рад. Думаю, что человек тоже будет очень рад за то, что мы ему помогли избавиться от его проблемы, которая появилась у него сегодня ночью. Причем на очереди у меня еще один такой же iPhone с точно такой же проблемой. Клиент его еще не принес. Ждет результатов, покуда мы сделаем этот. Принесет еще один такой же. Поэтому я думаю, что это будет проблема очень частая. Но вроде бы она легко решаема. Сразу, удаленно, покуда вам мне человек объяснял, что у него с телефоном. У меня были подозрения, что у него проблемы с аккумулятором. Потому что телефон у него перезагружался. Очень часто такое бывает, что на морозе iPhone начинает уходить в перезагрузку. Из-за того, что у него аккумулятор уже слабенький, севший и не выдерживает потребления, которое создает ему телефон. Он не может ему столько дать напряжение, поэтому он уходит в перезагрузку. Так что вот. Ну, после того, как я телефон взял в руки и увидел, что у нас во время перезагрузки не логотип яблока, а состояние круг загрузочный, то стало понятно, что дело не в ВКБ. Не забывайте уточнять iCloud и пароль от iPhone, потому что можете встрять в косяк. На iPhone, который вы пытаетесь активировать, отсутствует сим-карта. Отключите iPhone и вставьте в него сим-карту. Так и сделаем. У меня здесь где-то есть сим-карты. Вставим ему МТС. С переходничком. Отключать мы его покуда не будем, пускай он включится А потом его переподключим Да, не забывайте обновлять программу iTunes до последней версии Потому что на предыдущих версиях может отсутствовать соединение с серверами Ну вот iPhone после перепрошивки первый раз запустился Так, нажимаем Unlock, разблокируем сим-карту вводом пин-кода Жмем ОК Так, телефон у нас русский Так, используется он будет в Беларуси Так, настроить вручную Так, эмодзи Не знаю, что такое эмодзи Пускай стоит Эмодзи А, эмодзи Смайлики, да? Так, соединяемся с Wi-Fi Так, активация iPhone может занять несколько минут Ждем Так, дальше Пускай у нас клиент настраивает сам Так Так, так, так Настроить Touch ID Не использовать Так, ставим ему пароль, который у него был Так, настроить как новый iPhone Так Так, 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 так Пропустить не получится, что ли Вот, нет, получится Позже Пускай он сам вводит То, что ему захочется Вот, видите Здесь теперь не требуют обязательного ввода Потому что мы отключили службу поиска удаленного iPhone Так Дальше Не делиться Ладно, делиться Может ему лучше станет Так, настройки Так, время у нас правильно 1141 Так, это у нас Ясно Ну, в принципе Можно что-нибудь там поюзать Открыть какой-нибудь Chrome, например Ага, Chrome еще не установлен Safari Такая яркость, низко Не люблю Вот это другое дело Отключить Яндекс Apple iPhone X Вот мне все время интересует такой вопрос Вот если человеку Глаз разбили, он красный Он будет разблокироваться на такой глаз или нет? Тоже, конечно, глупость Google Ну, в принципе, вот и все Телефон в перезагрузку не входит Узаем Открываем Закрываем Так, и опять-таки Не забываем Заходим В конфиденциальность Службу геолокации И отключаем Геолокации Все Тем самым Экономим аккумулятор Всем спасибо за внимание Надеюсь, что данный способ Вам помог Отремонтировать Ваш iPhone Ставим лайк И не забываем Обязательно подписываемся на канал Всем всего хорошего До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok